добрый день дорогие друзья продолжаем проходить ганхом в прошлой серии мы остановились с вами о том что мы нашли ключ от подвала и теперь скорее всего нам следует идти в подвал конечно если он будет тем и мрачный как показывают во всех американских фильмах а особенно ужастиках вот подвал идти уж очень хочется конечно но надо поэтому так давайте вот у нас инвентарь вот на сказ ключик это был код от шкафчика сэм 1 благо у нас везде свет включен поэтому не так страшно идти но в подвале скорее всего света может не быть так что сейчас посмотрим так открыть ну как всего есть шнурок вижу так чуть светлее вижу еще шнурок чипсы скрепки запакованы что на составе отборная картошечка и растительное масло и соль безвкусные так что у нас дорогая саманта хочет сердечно благодарить вас за приглашение на праздник не за благодарение фургу вашей прекрасной семьи и так понравился тот ароматный картофель было очень необычно находиться в компании с вашими родителями так долго тем не менее было довольно забавно наблюдать как сложно было вашему отцу расслабиться хотя бы на 30 секунд с уважением ваш близкий и задушевный друг лонни д уважаем мисс десота позвольте мне благодарить вас гостеприимство на торжестве по случаю дня благодарения которые вы организовали в имении вашего отца должна признаться что относительно празднества которые мы проводили вашем доме ваше было более увлекательным особенно я благодарна за время проведено с вашей бабушкой замечательный дамы с прекрасным вкусом и с искренными манерами предлагаю собраться снова в это же время в следующем году вы согласны с уважением мадам саманта эл грандбрайер эсквайр картошечку они имеют чипсики вот эти так у нас ничего нету рисунок саманта рисовала теперь все иначе мы продолжаем рисоваться как раньше когда никого поблизости ну ты понимаешь так что можно назвать свиданиями но скрытными тайные свидания я даже не знаю сейчас действительно все иначе теперь когда мы заканчиваем телефону или получаете пойти по домам просто на тене мы говорим друг друга я тебя люблю так не люблю эти печки так как в этом по-моему один дом был от этой печки там табличка о смотрите кейтлин такую же табличку мы видели у саманты да где-то ферст вот у меня задание по плавовому воспитанию ой много текста крутина стены ай ладно это я думаю здесь ничего такого супер увлекательного я думаю не будет эверет название марки почесть письмо дорогая саманда гринбрайер мы поздравляем вас с поступлением на летнюю подготовительную программу для абитуриентов колледжа рид по направлению театурного творчества сессия 1095 года основание вашего портфолио и школьной сплюбаемости мы так же рады предложить вам финансовую помощь который покроет 75 процентов обучения на курсах летней программы программ документ содержатся детали вашего учебного расписания дополнительных занятий а также ваше направление общежития мы теперь не ждем вашего участия и нашей летней программе еще раз примите наши искренние поздравления шута морис председатель приемной комиссии программы колледжа и уже на что она должна приехать навестить меня пожить со мной в общежитии куда у нас есть время печально золотой кулон целостатая проба в виде двух половинок сердца с возможность внесения на 10 символов имена даты инициалы импортный l плюс s так ричард глинбрайер дурка философии а это одна из девушки на книг джойс полность осознание и числа народ наук так ничего газетная вырезка понедельник 3 марта 59 года газета округа бун мистер масан приглашает молодежь округа бун свою аптеку отвезть газированную воду из автомата учащиеся школы гондон фэлл гуд фэллоу были сегодня крайне брадовны каждый из них стремится быстрее отвезли газировки из автомата в аптеке оскара масана после многочисленного ремонта многомесячного ремонта помимо всего аптеке появился диспенсер позволяющий смешать газированную воду с личными сиропами а также стекленная холодильная камера с которой можно наковырять себе мороженого от души мистер масан всем хорошо известный на майн-стрит выглядит очень довольным встречая тупо молодежи первым счастливцем отведущим шоколадное мороженое еще до огромной очереди стал терри генбрайер восьмилетный любимец племянник мистер масана и все на из книг так от нас то же самое что тут соединение что-то америке действие в гражданстве суд установил что дженнис элизабет кона гринбаре проживающий по адресу 5 авеню есть 10 сета штат вашингтон намеревается получить сад специально житель сша этом выполнив все подписаны законом о гражданстве требования и получил право будет допущен до процесса получения гражданства в последствии чего получил гражданство сша удовлетворение чего документ заверен печати суда в 20 день июля 1972 года от рождества христова маминой бумаги о гражданстве так давайте посмотрим чемоданчики можно тут нет привет всем пишут тебе садопада молтнома я сейчас дурацкой школьной экскурсии которая дурацкой потому что сейчас же март уж не знаю мало ли кто-то из руководства школы в оригоне думать тут холод собачий ряд как из ведра жаль у тебя здесь нет подожди ка это же ты а я тут пишу тебе открытку сувенирной лавке боже мой вон ты идешь л когда идешь на экскурсию немного заблудиться ну то есть и сблудиться на позвонили домой мам папа сказали тебя никогда не было проблем я не думаю что действительно знали о нас а вот эта школа даже подумать об этом опять от себя держись группы держись группы газета рука бунт пятница 10 декабря 65 года аптека масана меняет владельца покупатель с майн-стрит были очень удивлены сегодняшним явлением о смене владельца аптеки масана это случилось впервые с момента открытия здесь лет назад ходят слухи что аптека была срочно продана за бесценок мы поинтересовались мнению нового владельца мистера самуэля он стена давнего помощника оскара масан относительно слухов что аптека продана всего за доллар его ответ подробные сиделки останутся только между мной и мистером масаном сам же мистер масан заболел наступен для комментариев здесь вот ход есть хорошо что мы сесть что-то у нас что тут прах так у нас здесь здесь вот есть у нас еще здесь есть дверка давайте сначала сюда а это ванная да прочесть письмо йоланда до 100 саманте дорогая с вами так рада что тебе понравился рисунок я думал о нас когда рисовала его знал что тебе понравится скорее всего ты будешь без ума от мексики природа здесь совсем другая не то что дома я все вспоминаю об аллегре и и первом помощнике которые потерялись на донистом острове и даже растение готово схватить тебя и до начинают думать насколько они неразлучны в тех же у них они вместе и снова напоминает меня тебе лежу я здесь на кровати чувство будто ты лежишь рядом думать и пытаюсь держаться пока не больно то получается понимаешь но я стараюсь ладно хватит о плохом твое последнее письмо я получил за день до того как мы отправились обратно на север я буду соревноваться с этим письмом если вдруг я приеду раньше чем оно до тебя дойдет то мы сможем прочистить его вместе и да я беру с собой тонну фоток мы проведем очень много времени вместе появляя их в темной комнате лоне с любовью но не x-ray specs дальше ничего у нас что у нас а можем кассеты ставить перед салон и саманта кузьмом сердце двух половинок самая взрывка резистанта точно личными какая музыка громкая а смотри тут у нас закрыто тут у нас смотрите У него есть комбинат, в котором пока 2003 года. Заказ на этот месяц, твоя еще промо, деморчонок в месте, 23, 22, 11, а, 3, 2, 2, 1, ну-ка, 3, 2, 1, ну-ка, 3, 2, 1, ну-ка, это было очень просто. А, заказ. Где-то больше нету. Коник. Коник, коник, коник. На конике ничего интересного нет. Видимо, здесь больше ничего нет. И лампочку к мне отниму, ой. Так, слушайте, ну, блин, а что-то здесь с кодом непонятно пока. Давайте. Тут я что-то ничего не видел такого, ну-ка. Коваригон. Не, ну здесь письмо Лони. А, подожди, здесь что у нас? Это, условно, наркотик. Первый раз был в моей комнате среди ночи, я проснулась и письмо в Лони. На часах было 3-3. Ладно, ладно, не читаю больше такого, я, нет, это не случится. Так, а если кипяток открыть, и там будет вот этот, как обычно это бывает, и не работает. О! Группа известна как тег-лист. Группа лишила своего каллиста. Тот сказал, отстой, а Лони сказал, что Лони просто встал. Лони стал жаловаться, что им нужен много каллиста, что Лони ответил, я могу петь. И они все в один голос спросили, ты можешь? Возможно, ответила она. Тело неделю на репетирую клуб, и сегодня, наконец-то, видела, как они играли на два литона. И она, на самом деле, реально была потрясающая. Я испытываю такую гордость, когда вижу ее на сцене, но просто, вероятно, быть, в восторге от кого-то любишь. Все понимаешь, что это на время, что она с нами доедуна, с тех пор я буду ходить на все выступления с учениями. Идея, здесь нужна от библиотеки тоже, да? Так, ну ладно, я что-то не знаю, какой код у нас, что-то я пока не нашел никаких этих зацепок, чтобы открыть сейф. Пойдемте в эту сторону. Так, это какой-то выход у нас. Смотрите, а мы не отсюда и зашли. О, видимо, нет. Или отсюда. Я просто круг дал. Капитан, достаточно было. Террата. Кому Саманта, директор школы высокооценной силы, которая вложила в написание в ваше письмо? Оно был грамотно, и показал ваше интересовое. Но, тем не менее, письмо не повлияло на мое мнение от данной ситуации. Смотря на то, что мисс Десота, как я понял, является вашей подругой, суть в том, что она испортила школьной имущественной цезурной лексикой. То факт, что она, как утверждается, портила свой собственный шкафчик в отместку другому ученику за то, что он сделал то же самое с вашим шкафчиком, является несущественным. Что касается ваша жалоба на то, что никто из других учеников не понес наказание за участие предоставящим, то дело в том, что виновным себя никто не признал, а убедительно казались, указываясь на то, что кто бы мог испортить ваш шкафчик, представленное не было. Другими словами, наказывать некого. Я предлагаю на этом закончить дискуссию по поводу данного инцидента, поскольку это лишь привлечет к вам еще больше нежелательного внимания, что, как вы ее заявляете, послужило причиной всего случившегося. Я не понимаю Лони, как Лони. Такое чувство, что я крупно нашурнал ее волосы в силу направленную борьбу с трастью, но я следил за ней в джерт, где она, тем не менее, отлично обучала и покорно выполняла приказы. И все эти новости о законе, и спрашивая, не говори, мол, она собирается в армию и должна врать о том, кем она является. Она говорила, они должны знать то, что им не нужно знать, и оказалось это пустяком. Это я слышала от девушки, которая взломилась в любимый шкафчик, чтобы защитить мою честь. К счастью, я знаю, когда с тобой прекратить в бой, думаю, иногда Лони не понимает саму себя. Justice Now Эти ситуации со временем папе, но этого стоило, девчонки на сцене быть такими громкими жимами. Так, понятно. Почему-то девчонка из дома психопата. Я все думаю, что ты, как они петлятся, натяжешь обществе с твоей спины. Костюм из Хереса Диабла, чередиша из скрипа Смейл Дактин Спирит. И девчонка одета как Дженни Кеннеди. Тут выход. И, возможно, мы выйдем, кстати, с той стороны, где кухня. Да, мы вышли с этой стороны, где кухня. Что-то у нас записочка. Так. Сладим, дядь представляет. Лони, ну извини, моя мама была такой стервой прошлой ночью. Она редко бывает дома с тех пор, как стала работать в лесу в часе езды от дома. И, думаю, вчера, когда она вернулась, она сорвалась на тебя, потому что ты не член семьи, ничего ей не возразишь. Прости, что так вышло. Хех, да ладно, бывает. Я думаю, она просто завидует нашему крутому и заботному образу жизни. Мне жаль тебя. Мне-то повезло. Моя мама живет во Флориде. И ты каждый день сталкиваешься с своей. Извини, я не хотела поднимать эту другую тему. Наверное, не стоило мне вообще жаловаться. Нет, я на полном серьезе. Моя мама помешана на христианстве. А этот ее новый муж, Дон, полный дебил. И, по-моему, жизнь с ним во Флориде ее кара вечная. Похоже, ты не говоришь желанием жить с мамой во Флориде. Нет. Учебник N. Espanol. Приложение о повышении. Дорогая мисс Кэнбрайер, старший специалист по охране природы. Вы провели в простовом управлении операцией по сопланированному выживу сухостою в прошлом году во Фриндлоке. Так как наша служба нуждается в профессионалах для ведения региональных операций, мы предлагаем вам пост регионального директора по охране природы. Вы будете ответственны за проведение операций по всему северо-западному Орегону. Вместо станции лесничества национального леса Фриндлок вы будете работать в офисе регионального управления. Кандидаты на ваше прежнее место мы будем искать согласно вашему рекомендусту. Пожалуйста, сообщите в своем мишене. Как можно скорее мы ждем его с нестерпением. Ну пошлите. У нас проблема... У нас сейф там есть еще, который мы... Этот черри был крутейший вещь, который нашла в Мексике. Стоил где-то 3 бакса американских. Мне очень понравилось, жрецом скучаю. Так, это у нас... Ну все, мы прошли вот в эту часть. Ой. Да, вот, смотрите. Вот мы здесь. Как раз. Так. Свет. Привет, Джан. Я достал два билета на Ears Wild and Fire в четверг. А моя девушка говорит, что не пойдет. Ее ужасно, музыка, на курс. Часть, что у меня осталось слишком бедо, потом может это тебя интересует. Всяко-интересно, что здесь пусты под холодным ливнем. Верно? Рик. Какой-то рик у нас тут появился. Записка. Сэм. Так как ты отказала выслушивать нас сегодня днем, мы с мамой решили предельно ясложить это в письменном виде. Ты под домашним арестом до конца месяца. Те запрещено пользоваться телефоном. Набирать машину можно только для поезда в школу и обратно. Мы понимаем, что ты сейчас испытываешь, но мы не можем позволить тебе вести себя так в школе. Для ясности, после домашнего ареста мы не разрешаем тебе закрываться в своей комнате, пока лун не находится в нашем доме. Это наше последнее слово по этому поводу. Вернись к прежнему возу жизни, такие изменения будешь не повториться. Бланк. Директора. Класс. Кем вы дна. Счет материалов на территории школы. Сегодня вечером у меня был занимательный разговор с родителями. Один из тех разговоров, которые бы ты никогда не хотела иметь. Чуть без звука. То есть ты даже узнала про меня, верно? Ну, я все решил для себя, наверное, еще с принцессой Ширы. Мама и Боба так не считали, я полагаю. Тем не менее, они увидели журнал и вещи на моем шкафчике, спросили, ты не хочешь нам рассказать про себя, Илоне? Так вот, я была готова к тому, что они разозлятся и разочаруются во мне и начнут кричать или чего еще, но они просто оказались понимать меня. Отказались. Ты слишком молодая, чтобы знать о том, что тебе нужно. Вы с вами всего лишь хорошие друзья, тебе просто еще не предстоящий мальчик. У тебя такой период. Я даже не могла предположить, что они могут пробить достаточное уважение, чтобы поверить мне. Ладно, ну и шут с ними, просто у них такой очень долгий период. Прежде всего, поздравляю, Дженни Гринбрайер, региональный директор. Я поздравляю тебя с тем, что ты собираешься принять предложение о новой работе, не так ли? Ну и чего, ты ждешь специального приглашения и призвания им. Но сначала давай обсудим вашу прогулку на природе с нашим ливым самцом во фланельевой рубашке. Вот это да, звучит, как будто ты вкладываешь особый смысл на невинное свидание. Ты уверен, что это нечто большее? Ты сказал, что у него есть девушка. Ты уверен, что у них несерьезно? Хорошо. Итак, мы должны с тобой видеться лицом к лицу. Хватит уже этих писем. Я должна тебя поздравить. Я должна тебя поздравить на Маргаритку, начальница. Это скоро вслубовь украл. Это у меня подруга. Включай на водитель. А, да, водитель. Ворона пустая. Так, кухонька. Скошим книг-то не писал. Колоды карт. То же самое будет играть. Сейчас. Ой. Очень громко. Так, как... Да, с Ксеном 4. Так, здесь ничего интересного. Саня, Сэм, Работа, Врам, Бургер. Деньги ставят в четверг, пятница, с трюк, да, суббота, двадцать, да. Ну, что там нет потайного. Таблитосики какие-то, овощи. Овощи, коробки. Молочко. Ну, поединок на кухне, или что-то может быть. Нет, наверное, ничего нет такого интересного для нас. Поздравляем с новой должности. Дом Дага Миссис Гринбра, оригинальный директор природоохранного отдела. Эти официальные письма поздравляю вас на новую должность регионального директора природоохранного отдела службы охраны лесов. Желаем вам дочь в последние рабочие дни в сценаре лесу Фринтлок. И с терпением ждем вас на новом рабочем месте. Я вовсе служба охраны лесов, 1 мая, 8 часов. Подписано. Брюс Пэдлтон. Так, вот опять обижается на месяц. Сейчас свадьба. Пинуй дом. Случайные знания. Слушай, ну правда, релик не писал. Так, во-первых, будем для вас. Тут что-то про книги. Дай вам стульничество. Ладно. Сэм, мы с мамой Жанны праздновщие нашей свадьбы. У нас не будет стоять по 7 июня. Мы устраиваемся в палатке в ущелье. Обязательно позвони, как поедешь. Поедем домой. Позвоним. К сожалению, на кухне все еще ремонт. Никогда не доверяю подрядчику. 40 долларов на столе, чтобы искать пиццу, пока нас не будет. Будь умницей, папа. С 3 по 7 июня. Косим число. Я спросил Лоне, что нужно сделать, чтобы подготовиться к отправке. А что со звуком стало бы? Она сказала, на самом деле, много брать с собой, ничего нельзя. Никаких личных вещей, никаких контактов с внешним миром, пока ты на армейских курсах. Просто упорно тренируешься каждый день, а потом на тебя кот командирует. Так что они просто отошлют ее куда не знаю куда. Куда не знаю куда. В другую часть страны, в другую часть мира. Она просто исчезнет. Я спросила Лонни, что она должна сделать, чтобы готовиться к отправке. Она сказала, что не много. Сэм. Я не понял, они что, уехали в праздную годовщину? А чего тогда? Такой бардачок устроил легкий. Прощальный концерт, Лонни, типа сэн концерт, до всех кусов 3. Сегодня вечером Лонни, другого, прощальный концерт. Она такая невероятная на сцене, когда она пела, практически забыла обо всем. О том, что у нас остается все 48 часов. О том, что я не представляю, что будет дальше. Что я не смогу жить без нее. Затем она посетила последнюю песню мне. Но я не смогла вынести этого. Выбежала, она рыдала до боли в груди, сидя на бордюре в дороге. Катя, я бы последовала за ней хоть на край света. Она ходит туда, где мне нет места. Через некоторое время она пошла меня. Она сказала, что мне очень жаль, что ты так слышала. Я просто хотела тебя порадовать. Я ответила, что ты теперь сможешь. Так, привет, мама и папа. Я случайно провела время на пляже Барселоны. Папа и Сэм, я думаю, вам бы понравилась фиктура Гауди. Его стиль как будто внеземной. Так, Амстердам надолго для понятия не имею. У меня заканчиваются деньги, поэтому буду искать дешевый билет домой. Я позвоню вам перед выедом. Могу дождаться, чтобы снова увидеть всех вас. Я так соскучился с подумать. Любой вы Кэти. Кэти, Кэти. Так. Что ж тут у них? Ничего интересного. Попочища была. Так. Ничего себе-то у них. Это у них домишко, однако. Чем-то билет постираем. Сушка. Че тут? Вписка. Сэм. Если бы я знал, как это лучше объяснить армии, это то, с чем я выросла. Часть меня служит. Сэм мой папа для меня как семья. Я всегда знал, что прождусь именно там. Никогда не помошлял о другом. И так хочу, чтобы все было иначе. Может быть, одна же, когда я устроюсь на базе, закончишь колледж, станешь замедленным писателем, а я научусь перебирать бежок в танк с закрытыми глазами, все будет иначе. Мы сможем быть вместе. До встречи, Эл. Вылка. Безвычайный человек. Автор Теренский. Брошюра. Забронирована. 37 июня 2005 года. Подождите, а когда я приехал? Чайный изгнанник. Из-за пираты, я отца кебл-то, дорогой указ. Могу писать словами, как мне рада завить Жон Рассел в своем печати. Ну, тут про отца. Аннотация. Пошел до стекста, как Жон Рассел слышал зов. Дважды он спасал жизнь президента. Он практически забыл в те времена полно опасности и волнения. Дни, когда он что-то значил. Поэтому, когда знакомый разрыва времени и разопнулся перед ним, сомнения шли проще. Президент опасности нет. В этот раз тебе придется спасти всю свою жизнь. Карандаши разбросаны. Место, где мы сделаем и отоптанная дверь под лестницей. Полночь. Взаимствования завершены. Под лестницей в фойе и справа есть обход. Мы договорились, что наша последняя ночь вместе будет самая лучшая обход, что мы будем забыть им про завтрашний день. В какое-то время этот маг был, изгоняя дух Оскара из дома, мы не плохо попросились. Потом мы бежали на чертах, чтобы осмотреть все наши фотографии и брить ту, которую он не забрал с собой. Глядя на них, я начала сознавать, что это все в прошлом. Когда больше этого не будет. И не знала, что мне делать дальше. Я заплакала, и она обняла меня. Глядя на них, я начала с... Она сказала, что знала, как это будет трудно, но жизнь продолжается. Я сказала, что не хочу продолжать свою жизнь без нее. После этого она тоже заплакала. Я была такой уставшей, что должно быть просто заснула у нее на руках. На следующий час я проснулась уже одна. Что за... Одержимость экзорцизм. Они хотели... Где-то ушли вызвать. Оскар, аптека, мусана. Ключи чердака. Ничего из-за горячего солнца. Самая грустная вещь, которую я видел в этом доме. Я просто хочу спать. Когда им чердаке, мне кажется, что Лонни все же это рядом. Она просто спустилась вниз, а я тут жду ее. Слушавшись, словно вот, услышу, как она обтыкалит чазачный люк, отвлекает лестницу, поднимается ко мне. Не стоит подняться на чердак и подождать. Пойдемте на чердак. Какие здесь крысьябликов не вылезет? Думаю, тут блин какие-то экзорцизмом занимаются. Сэм, я всегда буду помнить о том, что было между нами. Оставайся сильной, покажи им классарь, будет тебе Лонни. Боже мой, Кэти, я сдремала на чердаке, там, где мы с Лонни часто ссовались, и даже не услышала, как начала звонить телефон. Я не успела подлить автоспечек, взяла трубку. На том конце была Лонни, которая звонила с телефона автомата. Она сказала, что пока ехала автобус на базу, не могла ничего думать, что он меня и нас, и о том, что она не справится, не с армией, не с одиночеством, не совсем остальной. Поэтому у нас нашла автобус в Павсалеме. Она сказала, что я хочу, чтобы ты взяла с собой все вещи, которые всему пригодятся, и мы просто уедем, найдем новое место для нас. И она спросила, что я не могу это сделать. И я ответила, да, да. Кэти, мне так жаль, что я не могу видеть тебя лично, что я не могу тебе все рассказать. Но я надеюсь, что читая этот дневник, ты помнишь, почему мне пришлось так поступить. И ты не расстроишься, и не будешь меня ненавидеть после этого. Просто знай, что я там, где должна быть. Я очень тебя люблю, Кэти. Еще увидимся. Когда-нибудь. С любовью, Сэм.